Друзья, всем привет! Сегодня в нашей студии Павел Николаевич Грудин, мой отличный товарищ. Для нас это действительно эпохальное событие для студии, для работы, потому что Павел Николаевич желанный гость. И по последним опросам Левада Центра в ЦИОМа, Павел Николаевич уже на шестом месте доверия поддержки россиян. И среди всех левых политиков у него самое высокое количество поддержки наших избирателей. Что, извините меня, не хухры-мухры, просто так такие цифры не происходят. А учитывая, что все-таки Левад Центр и власть приукрашивают свою сторону, конечно, поддержка значительно-значительно выше. Павел Николаевич, ну в связи с этим возникает вопрос. Мы и вся страна видят и смотрят с ужасом, какое давление и репрессии идут в отношении вас. Как пытаются вот эти вот псевдо-лживые обвинения выдвигать и в конечном итоге попытка снять с выборов. С чего эта ситуация началась? Какой она стадии сейчас и чем это закончится? Ну это уже не попытка, это уже снятие с выборов. И ясно, что теперь мы, учитывая нашу судебную систему, не сможем восстановить меня как кандидата. И поэтому мы написали, скажем так, апелляцию, уже кассацию. Верховный суд, президент Верховного суда будет рассматривать ее, но уже не так быстро, как хотелось бы. Поэтому выборы пройдут без меня, но это ни о чем не говорит. Мы же, вот видите, сегодня я у вас, два дня назад я был в Иркутской области, и мы продолжаем нашу вот эту программу. Могу сказать, что действительно, куда бы мы ни приехали, я и мои товарищи, и вот сегодня было видно, что народ нас поддерживает, борьбу мы не прекратили и не прекратим. А то, что касается давления, ну если бы они были правы, так может быть и давления никакого бы не было. Если бы они знали точно, что они могут выиграть, не было бы вот этих преследований, снятий, не только меня, а многих же наших товарищей сняли, пытались вас снять. Я вам расскажу, что, скажем так, еще немного и вас бы по беспределу бы сняли. Это говорит только об одном. Власть нас боится. Власть боится нашей программы. Власть боится того, что огромное количество людей в России начинает поддерживать нашу программу и КПРФ. Я думаю, что они продолжат все эти репрессии, потому что у них нет аргументов. Вот эти народные предприятия, которые, в том числе, я представляю везде, они показывают, как на основе социалистического образа жизни, хозяйства, можно развивать страну. Мы видим, что в Соле-Сибирске, вот я недавно там был, в Иркутской области, там предприятие такое же, как наше народное. В результате ему сейчас вменили штраф 43 миллиарда, практически готовят к банкротству. В Мариэл я там тоже был, Звениговский, там директору дали два года условно за то, что он рекультивацией занимался. И тоже, фактически, его поставили в такую сложную ситуацию. Платошкин Николай Николаевич, пять лет, скажем так, условно, у вас тут было чуть-чуть, еще бы немного. Павел Николаевич, насчет того, что чуть не сняли меня, я, конечно, вижу вот эту страшную, печальную, тем не менее, закономерность, что, к сожалению, вот это снятие вас с выборов, оно в какой-то степени, наверное, ударило по рукам вот инициаторов, которые покушались на меня, потому что снять нас двоих, наверное, для них был бы перебор. Поэтому я, конечно, клеймлю их позором за то, что они сделали преступление не против вас, не против КПРФ, против российского общества, потому что вы, с точки зрения доверия нашего населения, один из самых популярных политиков в стране, и снятие вас с выборов, конечно, это просто страх перед вами. Ну, тут несколько иначе. Мне кажется, что политиков в стране много, которые могли бы, ну, такую же повестку дня... И вот я всегда говорю, слушайте, вот я проехал полстраны, огромное количество молодых, очень прогрессивных, очень конструктивных, грамотных людей от КПРФ идет на выборы. И средний возраст наших кандидатов в 48 лет, хотя на самом деле, куда бы ты ни приехал, а вот сейчас я видел ваших кандидатов в городской совет, видел таких же ребят из Перми, в Томске, очень интересные молодые ребята, которые фактически на принципах социализма, имея нашу идеологию, могут предложить людям совершенно другую жизнь. Другие пенсии, другие возможности, они для людей, понимаете? Вот если нашу программу читать, то там фактически впереди и во голове всего стоит человек. И вот наша молодежь, в том числе и вы, я вас к молодежи... Пока еще где-то вдалеке. Это будущее страны, по большому счету. Именно этого боится власть. Потому что один в поле не воин. Там Грудинин, Зюганов, там, я не знаю, у нас много людей старшего возраста. Но есть такие, как Афонин, вы, Маша Просакова, Ксения. По всей стране огромное количество людей. И я думаю, что именно это пугает. Потому что, знаете, когда ты видишь, что в партии, как это говорят, длинная скамейка запасных, когда если ты одного выбил из общего ряда бойца, то приходит там 10 новых, которые могут ту же самую программу предложить, те же самые, и голосуют точно так же. Поэтому вот что пугает власть. А я считаю, что вот моя популярность, или вот о том, о чем вы говорили, наша популярность, это прежде всего партия. Потому что мы же просто рассказываем о программе «10 шагов достойной жизни». Мы сегодня с вами были на рынке. Видите, практически все, с кем мы разговаривали, надоело это. Бесправие, безнадега, бедность, которая есть в богатейшей стране мира. Все живут. Причем, вот я смотрел сегодня ваш регион, да. Нефтяные качалки стоят. Слушайте, это же золотая жила, да. Несмотря на это, огромная... Вот мы сегодня на рынке. Сколько средний? Зарплата за практически 28 рабочих дней 25 тысяч рублей. Ну что это такое? И надо срочно менять. Менять власть, менять по отношению к людям. И я думаю, что именно поэтому власть сейчас ощетинилась. Пытается готовить вот эти фальсификации. Не дает... У вас 4 белгорода, да? Должно было быть 4, но не дали ни одного. Все. Это агония. Понимаете, как? Они не могут достойно соперничать. И они начинают всякие запрещенные приемы использовать. Суды, которые подконтрольны им. Но наше дело правое, мы победим, тем более, что видно, что люди за нас. Вот эта тема давления власти, можно по-разному говорить о том, кто стоит за этим процессом. Но если взять конкретные решения, которые нацелены были на ваше снятие, то можно ли в этой ситуации говорить, что это не просто власть, а конкретно Единая Россия? Да. Да, у нас давление на совхоз началось уже больше трех лет назад. И там везде торчат уши видных единороссов. Это и заказчики, и исполнители. Это представители либо Единой России, либо связанные с ним структуры юридические. Это легко доказывается. Ясно, что основными выгодоприобретателями конкретно по совхозу являются первые лица Единой России. Но, понимаете, вот этот принцип их... Потому что 20 лет они у власти, 20 лет они разрушают экономику страны. Если кто-то говорит, что войны нет, то это неправда. Потому что куда ты не приедешь, везде разрушенные заводы, фабрики. Везде заросшие бурьеном поля, колхозы и совхозы, которые прекратили существование. Везде отсутствие школ, больниц. А мы помним, что в два раза сократились, в сельской местности особенно, вот эти вот фабы, культурные учреждения, учреждения, связанные с образованием. Причем, знаете, вот есть же такое расхожее высказывание французского одного мыслителя о том, что тот, кто открывает школы, тот закрывает тюрьмы. У нас наоборот произошло. Те, кто закрывали школы, сейчас начинают открывать тюрьмы. Почему? Потому что, ну, малограмотный народ, у которого отобрали надежду на будущее, фактически, а у молодежи нет уже надежды никакой на рабочие места, на достойную жизнь. Они вынуждены, ну, скажем так, может быть и нарушать закон. Поэтому мы видим, что давление на совхоз, на другие предприятия, это исключительно партия власти. Мы видим, что из-за этой абсолютно бездарной политики, экономической, политической, отсутствия диалога между, ну, мы же тоже оппонентами. И все это привело к тому, что Россия скатывается уже за сотню стран, ну, и по образованию, и по здравоохранению, и по другим показателям. Поэтому я думаю, что надо срочно менять власть, как везде у нас в плагатах написано, надо менять власть. Однозначно. Павел Николаевич, вот в этих выборных всех перипетиях и дискуссиях среди населения о ярлыках, которые власть туда бережно насаждает, есть такой закостенелый вопрос, а что вы сделали? Что вы конкретно сделали? Я, конечно, рассказываю людям о том, что мы не у власти, что мы всего лишь меньшинство в парламентах по всей стране, и от наших голосов мало что зависит, и большинство уединенной России. И сейчас их политика реализуется, их программы надо обсуждать и критиковать, и выносить оценку власти, а когда мы будем у власти, тогда, собственно, мы реализуем нашу программу, и население будет возможность поставить оценку нам. Но, тем не менее, даже при этой неэффективной системе есть, скажем так, вполне себе конкретные такие пункты, которыми мы гордимся и хвастаемся. И ваше предприятие, совхоз имени Ленина, одно из таких вот важных направлений, которыми мы разбиваем просто ярлыки вот этих вот псевдопропагандистов, которые таким образом дурят людей. Но вот по итогу, вот длинного пути, который вы прошли, вполне себе конкретных осязаемых результатов, ну, несколько таких самых классных достижений, которыми вы гордитесь, вот связанные непосредственно с работой совхоза. Такие вот социальные завоевания, технологические там или какие-то другие. Ну, вот смотрите, во-первых, две недели назад Зюганов, ну, и лидеры партии, привели в совхозе такое всероссийское совещание народных предприятий. И выяснилось, что мы не одиноки, и у нас очень много таких в Красноярском крае, в Морел, в Иркутской области, в Ставрополе, в хозяйство Богачева. И мы все одинаково, не сговариваясь, делаем одно и то же. Что мы делаем? Модернизируем производство, и у нас действительно лучшие показатели, европейские показатели. По водой молока, по урожайности, по зарплате. Обязательно, хозяйство, у которых средняя зарплата на селе, ну, доход свыше 100 тысяч рублей. Это не считая руководителей. Например, мы не только достигли очень хороших результатов в этой отрасли, но мы еще и социальные, несем такую, я бы сказал, нагрузку. Да, причем государству платим огромные налоги, плюс к этому еще, не только наше предприятие, строим храмы, детские дошкольные учреждения, школы, бассейны. Они, вот, я был в Красноярском крае, предприятие Солгон, они строят бассейн. За свои деньги, чтобы их работники оздоравливались, жили достойно в деревне, но все-таки там где-то километров, наверное, 100 до Красноярска. Несмотря на это, они и построили объекты социальной структуры. Мы, вот, построили у себя бесплатный парк, туда ездит вся Россия, уже фактически. Москва вообще не вылазит от нас. С бесплатными аттракционами. Да, с подсказком Пушкина. И они тоже построили, ну, может быть, в меньших объемах, такой же зону отдыха. И все, что мы делаем, мы делаем на благо людей, и главное, что мы это делаем бескорыстно. То есть, не собираем деньги, ну, причем, я бы так сказал, это то, что когда-то было в Советском Союзе. Все наши достижения, фактически, это то, как бы мы жили, в общем, я говорю, что во всей России было бы так, если бы мы не вернулись со социалистического пути. Если бы мы прогласили главного человека и развитие человека. И у нас, между прочим, очень интересно, в новой школе, которую вы, кстати, посещали, помните, да, там классы робототехники, дети входят, вот, кстати, школа стала одной из лучших школ Москвы, а это, не много, не мало, все-таки, лучшее образование в России, московское образование. И Европа, ЮНЕСКО, вновь, призналась. Ну, нет, это школа призналась, она здания. А вот еще плюс к этому, они же победители огромного количества конкурсов всероссийских. В том числе и конкурс, связанных с профессиональной деятельностью. То есть, вот это вот наша идея инженерной школы, что дети должны, выходя из школы, уметь работать не только головой, но и руками. Они могут сами там, они сейчас моделированием занимаются, ракетостроением, они робототехникой занимаются, у них прекрасное архитектурное бюро. Это про Россию или я сейчас говорю? Это сейчас про школу совхоза Ленин. И понимаете, как, я думаю, что если бы мы в свое время потратили нефтяные деньги именно на развитие, на образование, на здравоохранение, мы сейчас жили в совершенно другой стране. И мы это показали, потому что у совхоза нет нефтяных вышек, мы, в общем-то, не самое богатое предприятие в стране. Но то, что мы сделали, и другие такие же народные предприятия, показывает, что в нашей стране можно жить достойно. Дети и пенсионеры живут в заботе, в уюте, во внимании взрослых. А мы сами гордимся тем, где мы живем. Я думаю, что по всей стране нужно сделать так, чтобы люди не выезжали из деревень в города, чтобы люди на своем, вот где они родились, там имели рабочие места, чтобы зарплата была достойной, чтобы, как у нас, молодая семья не мучилась с ипотекой, а получала беспроцентные суды. В общем, я вам сейчас начну опять программу КПРФ рассказывать, я думаю, что это не нужно. Но вот то, что мы предлагаем в нашей программе, все реализовано в совхозе Ленин. Павел Николаевич, по итогам вот этих достижений, которые только слепой может не замечать, или, я не знаю, негодяи и лицемеры, которые работают на власти, или сами эту власть представляют. По итогу есть очень большой вопрос к вам конкретно, как к российскому политику, как к одной из руководителей левого движения, представителей самых ярких левого движения. Не так уж и за горами выборы президента, конкретно ваша позиция, ваша воля на это решение. Мы же понимаем, что все это сделано для того, чтобы вас запугать, чтобы это все сделано, чтобы заткнуть рот. И на вашем примере вот эту показательную порку для меня, для всех остальных, чтобы все боялись. Получилось вас запугать? Какой у вас настрой на ближайшие перспективы? Николай Николаевич, если я здесь у вас сижу, то я знаю, что, скорее всего, им не удалось меня запугать. Вопрос же в другом. Мы не то, чтобы делим шкуру неубитого медведя, я все время говорил, слушайте, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но, проехав по стране, и я думаю, что вы тоже были во многих точках России, вы видите, какое количество молодых перспективных ребят в КПРФ есть, которые не уступают ни по идеологической подготовке, ни по внутреннему душевному состоянию, что нужно сделать Россию действительно великой державой, поэтому, когда придет время, съезд КПРФ определится с кандидатурой, тем более, что огромное количество людей, моложе меня, не глупее, а может быть даже умнее, людей, которые тоже своей жизнью показали, что они готовы бороться за светлое будущее нашей страны, в КПРФ есть. Когда придет время, съезд, а он не ошибется, он обязательно из нескольких кандидатов, кстати, это было в 2018 году, выберет того, который поведет партию вперед в бой и станет достойным кандидатом президента. Вообще, даже поспорить сложно, даже если захочешь. Павел Николаевич, я со своей аудиторией общаюсь регулярно, и они мою позицию знают, и мое отношение к выборам, к предстоящим вот этим процессам, которые у нас сейчас происходят. Тем не менее, я предлагаю вам обратиться, какой-то вывод к чему-то подвести, призвать, если есть на это желание. Вы знаете, меня часто называют сталинистом, но я все вспоминаю, что когда было совсем тяжело, тяжело я имею в виду стране, когда началась Великая Отечественная война, когда на нас напали, Сталин такую фразу сказал, отечество в опасности. Вот сейчас, если говорить о том, что нужно обратиться к нашим любимым согражданам, к избирателям, надо сказать, что отечество в опасности. Нам в ближайшее время придется принимать какое-то решение. Решение 19 сентября может быть только одно, прийти на выборы и проголосовать за КПРА. Почему? Потому что вот эта вся 20-летняя история правящей партии «Единая Россия» показала, что они ничего сделать не могли. Самая богатая страна мира оказалась самой бедной, то есть население самое бедное. В России появились работающие люди, но бедные. Поэтому для того, чтобы все это изменить, надо прийти на выборы и проголосовать. Только это может нам помочь спасти нашу страну. И, кстати, Геннадий Андреевич Зюганов говорит, что это может быть последний случай, когда методом голосования с помощью бюллетеня можно изменить жизнь в стране в лучшую сторону. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем. Надо прийти на выборы 19-го числа и проголосовать за КПРА. Только это может спасти нас от неминуемой гибели. Может быть, я не хочу никого пугать, но видно прекрасно, что по 700 тысяч населения мы теряем в год. Это говорит только о том, у нас идет необъявленная война. Война с народом. Для того, чтобы победить в этой войне, народ должен прийти и проголосовать за нас, за КПРА. Да, друзья, присоединяюсь к позиции Павла Николаевича Грудинина. Я также убежден, что эти выборы в России действительно не то, что могут быть. Они, скорее всего, последние. И власть эту подготовительную часть ведет достаточно давно. Мы видим, как вот эти эксперименты электронного голосования набирают обороты. В ближайшее время это будет единственная возможность, конечно, под предлогом якобы заботы о нас, что не хочет подвергать нас опасности. А вам потом утром телевизор или компьютер покажет 146% за единую Россию, как это было уже не единожды. Это ситуация, когда действительно наша страна стоит, вот я сегодня с Павелом Николаевичем общался перед эфиром, на краю техногенной катастрофы, потому что износ наследия Советского Союза не бесконечен, не безгранична. И те основные фонды, те монополисты коммунальной сферы, например, или производственной сферы, это все изношено до нельзя. И с того момента, как это перестанет функционировать, мы с вами просто останемся реально у разбитого корыта. И ответственны за это будут каждый из нас, ответственны перед детьми, которые будут эти ужасы испытывать на себе. Поэтому мы пробовали терпеть, пробовали надеяться, ждать, что все само собой поменяется, герои придут, нас спасут. Все полнейшая глупость. Нужно занять активную позицию. Все скептики, которые ни во что и никому не верят, в виде эксперимента. Просто давайте придем и поставим власти оценку. Все как один. И в этом случае у нас будет шанс обеспечить будущее нам и нашим детям, будущим поколениям. Поэтому, Павел Николаевич, вам огромный респект за то, что приехали, поддерживаете, за то, что не боитесь, как и многие из нас, да, говорить правду. Тем не менее, я во многом беру с вас пример и желаю вам долгих лет и обязательно побед. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Говорите за свои права.